Не, ну как тут промолчать? Вот ей-богу, даже не представляю. Не поняла, сейчас хочу посмотреть. Сейчас машинка протекает. Бумажечку подстерила. Только вчера сказала, что если бы попалось бы достойное бы жилье, то почему бы людям и не разъехаться? Почему бы не жить отдельно, если есть такая возможность? Как хорошо ходить друг к другу в гости. Почему бы и не, и как начали. И мне что интересно, кто вам сказал, из чего вы взяты, что вы лучше меня? Это просто, конечно, звездец. Они рассказывают о моем весе. Вот честно, вообще не хотела даже. Такие глупые комментарии, настолько глупые женщины. Это же все бабы пишут. Настолько глупые. Это уму непостижимо. И только одно. Жрачка, жрачка, жрачка. Больше чем уверена, что есть такие, которые больше меня весят. И по 200 килограмм, которые есть. И которые себе ставят. У всех одна наборка. Если вы себя стали показывать. А если вы себя не стали показывать. Одно и то же. Одно и то же. И все с оскорблениями. И все с оскорблениями. Мне от этого не холодно, не жарко. И от этого меня не убудет. Я говорю, если кому-то легче. Кто-то, знаете, действительно что-то со психикой у человека. Тогда я, знаете, ну что поделаешь. Ничего с этим не сделаешь. Что человек. Это ж уму непостижимо. Я бы даже. Насколько надо себя не уважать. Еще рассказывать о том, что. О какой-то культуре. О каком-то поведении. Боже. Какая там культура. Какое там поведение. Что ж вообще. Я говорю, конечно, может быть на этих не стоило. Ой. Не то показывает. Не то снимает. Вы что? Изначально думали, что будет показываться все, что происходит. Будет все вам улаживаться. И все вам показывается. И все будет вам показываться. И все будет с вами делиться. Я уже сто раз говорила. Вы. Это все пишут не мои подписчики. Пишут так вот. Знаете, которые лазают по каналам. И только что. И все. Я говорю, кто вам сказал, что вы лучше кого-то? Кто вам это сказал? Сами себе придумали. Только так. Так. Вот это я разобрала. Сами себе придумали. Сами себе рассказали. Что вы лучше кого-то. Это же вообще. Это только. Я понимаю, что если бы кто-то бы про вас говорил. Так, дети, выходите. Давай, давай. Кто-то бы про вас говорил. Тогда другое дело. Тогда бы я поняла бы. А сами себе. А я столько ем. А она задыхается. А я столько ем. А это бы мне на год продуктов хватило бы. Ой, а мне бы хватило бы на два года продуктов. Ой, а мы с мужем это едим неделю. Так это ваше личное дело. Славь, Славь. Славь. Кто вам сказал, что все должны по этим меркам жить? Говорю, это просто сплошное. Вот действительно, знаете, не культуре, а о том, о чем можно вообще говорить. О чем. Так, ну да. На брови не покрасила. Ой. И все хотят себя поставить, комментаторши. Поставить, что они выше кого-то, что они лучше кого-то. Это просто, конечно, звездец. Так, вот я тут занималась. Это же вообще. Какой культурный человек, уважающий себя, напишет другому гадости? Никогда. Не ежели, никогда. Итак, вот я почитала. Зашла вчера. Одно и то же. Жрачка, жрачка, жрачка. Одна перед одной. Одно и то же им показываешь. Снимаешь одно и то же. Найти квартиру. Я бы... Мы с Ларисой поговорили, сошлись от... Так, а ну иди оттуда. Я говорю, это фу. Не трогай. Что если бы была бы жилплощадь бы нормальная, нашли бы квартиру, то, понятное дело, почему бы нет? Почему бы нет? И это нормально? То есть, если ты сам оплачиваешь жилье, то почему бы нет? Я же говорю, не знавший, если вы не знаете, то уже, я же говорю, хоть не позорьтесь и не рассказывайте, знаете, басни, которые людей в оману вводят. Это люди, может, и правда там почитают. Но нормальный человек, вряд ли, который, знаете, может прочитать и принять это за чистую монету, никто никогда не принял бы. Вот лично бы я почитала бы, сказала бы, знаете, как можно что-то слушать, какие-то советы от того, который человек сам оскорбляет, который человек нечистоплоден. Как? Я считаю, что нет. Я говорю, может быть, когда-то вы там приезжали в Германию, может быть, когда-то вы там были бы проездом. Но те, которые люди живут, ты действительно, чем больше ты живешь, тем больше ты узнаешь. Если вы не знаете, вы даже не понимаете, что такое социал, что такое джок-центр, одно и то же пишут. Ой, там этот самый социал пришел с проверкой, кому-то отказал. Боже мой, ну это же, говорю, такую чушь. Надо только, знаете, выдумывать такую глупость. Действительно глупость. Я говорю, это надо себя не уважать, чтобы такое писать и такое слушать. Господи. Я говорю, противно вот это вот, что есть такое общество, что действительно, знаете, не совсем далеких людей. Да. Потом рассказывают, что их оскорбляют. И что всех, кого не возьми, все униженные и оскорбленные. И все на свой счет принимают. Я говорю, если такие униженные и оскорбленные, что ходить по соцсетям? Что ты ходишь по соцсетям, если у тебя такая шатливая психика, неустойчивая? Чего ты ходишь? Ты постоянно оскорбляешься. Все принимаешь на свою душу. Чего? Тебя все оскорбляют, и детей твоих оскорбляют. Правды ты не принимаешь. А если что-то правда, ты сразу, знаешь, ух, начинаешь. Не ходи туда. Тебе сразу действительно правда в глаза вколет. Не трогай ее. И потом ты вот так, что, что только вот это я говорю, что одно, одни стараются оскорбить. Более того, еще и друг друга оскорбляют подветками. Это вообще, это, конечно, ужас. Это тихий ужас. Вот так вот. Вчера прочитала, думаю, вот это дают. Вот это, ой, сегодня у нас жара, сегодня теплый, прям жарко-жарко. Вот. Не знаю, может, Лариса, я сегодня, ой, рано встала, как Лариса встала, так и я встала. Кушать готовить не надо. У нас кушать. Есть? Надо только капусту потушить. И все, никто не кушает. Никто не кушает. Все такие, у всех, ни у кого двойных подбородков нету. Все, я еще еще раз говорю. А советы глупые давать. Каждый раз. И такие, что, что, что по здоровью, что по каким-то имуществам, что по жилью, что еще, вот по всем. Все профессионалы, все у нас и гинекологи, и онкологи, и кого только тут нет, и диабетологи. В общем, кого тут нет. Это вообще кошмар. Так, мне покрасить брови. Так вот, может, Лариса придет, может, мы с Ларисой потом в магазин сходим? Не знаю. У нас квартира, вот эта, где мы живем, у нас квартира замечательная, у нас нет ни плесени, у нас есть балкон, у нас отличная планировка, я уже еще раз говорю. И мне бы с этой, по большому счету, по большому счету, мне бы, конечно, с этой квартиры бы не хотелось бы уезжать. Но если бы достойное бы жилье нашлось, то почему бы нет? Вот. Это я говорю, что всем, для этого не надо никаких причин. Просто я еще раз говорю, что сейчас каждый, все, кто как-то устраивается, все хотят обустроиться, чтобы было как можно получше. Я бы ходил бы к Ларисе, Лариса готовила бы вкусные обеды, я бы приходила в гости. Не знаю. И они рассказывают, и хоть бы, я же говорю, у меня морда, у меня рожа, у меня то, у меня все, а вы прямо красавицы, писанные, прям я не знаю, откуда вы прям такие румяные, прям такие наливные, я прям не знаю, ну просто, просто красопеды. Нету на белом свете. И каждый из вас думает, что она краша другой, краша другой. А все остальные, сколько бы там ни было лет, по 20, по 30 вам лет, по 40, вы все красавицы, все красавицы. Так я и не спорю. Я и не спорю, и не претендую на ваши места. только за чужой счет, все за чужой счет, все за чужой счет. Своего ничего, своего ничего конкретно, у меня скрывать нечего, у меня что есть, я все показываю, все, про меня все, все, все знают. Я не ворую, ни у кого ничего не беру, ни у кого, никому ничего не должна, никому ничего не должна. Только все у меня, говорю, все, что было, все у меня поотнимали. А я ни у кого ничего не взяла, ни одной копейки. Поэтому никому ничего не должна И все в законодательном поле Все в законодательном Вне закона ничего у меня нет Поэтому я живу А тот, кто, знаете, на злости Вот прямо, знаете Питаетесь злостью Живете злостью Чем кому-то к другому хуже, тем вам лучше Это люди, которые вот просто Они рассказывают о какой-то родине Они рассказывают, что у кого-то нету родины У кого-то нету земли У кого-то нету дома У кого-то нету еще чего-то Зато у вас самое главное Вот за себя Самое главное, чтобы было все у вас Чтобы вы были в благополучной стране Жили, чтобы у вас были благополучные зарплаты Благополучные работы Благополучные дети Вот все, благополучные мужья Чтобы было все только благополучно Чтобы вы могли себе все позволить Позволить своим детям Вот самое главное Купить своим детям обувь Чтобы ваши дети до носки не носили Вот это вот самое главное Понимаете Я по крайней мере хоть детей нету Я хоть своим животным могу Стараюсь по крайней мере Дать им все что в моих силах И не самое хуже Понятно А вы вот самое главное Чтобы было у вас все благополучно А за меня не надо переживать Не надо глупые советы давать И глупые советы вот эти вот распространять Чтобы люди знаете читали Умные люди действительно знаете читают Делают замечания Так они еще и огрызаются Те которые не знают И дают какую-то чушь Вот просто вот Ну я не знаю бред какой-то пишут Знаете Вот те вот действительно знаете И еще стараются знаете на кого-то Вот повесить какой-то ярлык Когда их делают вам замечания То вы стараетесь обозвать кого-то Рассказать Как-то что Вот этот неправильный человек живет Он не по понятиям А вы все по понятиям Ну в общем вот такие вот дела Поэтому думаю Как вот так вот сидела Сидела вчера такая Уже вечером Думаю Встать надо Посмотрю что там Писанину Думаю что за народ Не то что Есть Я еще раз повторяю Если вам конечно легче от этого Если вы становитесь от этого Вам душевно легче То ради Бога Ну то что люди вот действительно А потом я же говорю А потом говорите Что вас обзывают Вас оскорбляют Вас обзывают Вот за собой надо следить Вот за собой Если вы первые Не начинаете вот такое Вот жир бредятину писать Ну почему бы я Почему я должна себе Отказывать в этом удовольствии Для вашего же блага Знаете Для вашего же блага Да Да Садись вот туда Садись вот сюда на стол Нет Ложись Иди с подругой своей ложись Так Ложись Ложись Вот так вот Вот такие вот Я сделала влоды Поэтому Что мне Я же говорю Я своего Ни веса не стесняюсь Ни своих форм не стесняюсь Я довольно таки Прилично выгляжу При своем весе При своем весе Я выгляжу Вот Иду по улице Небезобразно Я нормально Хорошо одета У меня нормально Полный человек Толстый человек Ну выглядит Я же говорю Небезобразно Поэтому я же говорю Что вы там пишете Что вам Вам бы хотелось Я говорю Вот сами действительно Нормально У меня Для своего возраста Для своего возраста У меня нормальное лицо Не пропитое Не прокуренное Не обдолбленное Вот так вот Так что Что я говорю За мой счет Вы хотите Сама утвердиться И все мало кушаете Все В кого не возьмешь Писанина Все мало кушают Так что Интересно Что Я же говорю Не подписчики пишут А пишут Вот просто Я же говорю Проходящие Это которые Лазают по всему По всем Я уверена Не то как по ютубу А вот по всем Соц сетям Которые есть И времени у вас хватает Я же говорю У кого есть семьи У кого есть Вот мужья Дети То работа Некогда лазить По соц сетям Некогда Просто некогда Когда ты чем-то занят А это люди Которые Это ж Посмотрел Есть такое вот Время Вот я сегодня встала Смотрела уроки Потом устала Включила кого-то Что-то посмотрела То есть Отдохнула Зачем мне надо Я еще буду писать На кого-то гадости Ну вот зачем Вот так вот Подумать логически А это нет А это люди Специально То есть хотят Вот я же Ну Ну такое Как шо Я в свою очередь Читаю Так самое главное Вот что Что люди не понимают Что вот Ну Что так делать нельзя И вас же уже Понятное дело Что не переучек А вас уже жрет Это ваше как бы Это даже не работает А вы просто вот Кайфуете от этого Так что Не надо мне говорить Не надо мне учить Ой Она ничьи советы Не принимает Те люди Которые нормальные Пишут Когда я что-то спрашиваю Люди нормальные Адекватные Адекватно отвечают Адекватно Мыслят А когда вот Тут я говорю Даже Я уверена Если даже живет В Германии То даже И не знает Того Чего надо знать Положено Так вот А бы шо Она знает Они знают Там Я говорю Кто-то там Пишет про налоги Че ты что-то знаешь Про налоги Как ты Ты че ты что-то знаешь Про частное предпринимательство Все частные предприниматели Все Кого не возьми Все частные предприниматели Все Как один И ни одного Я говорю Ни одного Какого-то знаете Совета Я здесь в Германии Вот сколько уже Третий год я знаю больше чем знаете вы которые то там пишите а все знают все 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 прямо я не знаю одни юристы и одни не знаю специалисты так же вот такие вот я сделала выводы и не надо меня учить лучше помогите себе материально идите работать хотя вам надо сказать идите работать мы свое же отработали ничего лишних денег много денег не бывает хоть займетесь и полезным делом ой то вся европа про украинцев говорит кроме вот таких вот черноротых никто не говорит нормальный человек не будет знаете обсирать другого человека обсирать другую нацию никогда в жизни никогда в жизни это такое знаете не то не потреб я говорю которая там за аватарками прячут свои лица вот это да и которым действительно что я живу показать нечего на мыши шоу 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 вы можете себе пришел вы можете про себя показать вам показать нечего а по других хотят что интересно прийти на халяву на халяву действительно что на халяву потому что вы ничего не отдаете вы не пишете положительный комментарий чтоб человек знаете как-то человека поддержать вы же такого нету потому что вас по жизни никто этому не научил найти вы только для себя действительно только для себя старайтесь за себя всю жизнь старались из для своих детей потом найти дети уехали у них уже свои семьи все вы остались одиноки у разбитого корыта и так зачастую и у меня это не то что мне даже есть такие знакомые знакомые здесь германии которые дети повырастали все и она вот одна муж тому или умер или развелись они как там у всех разной ситуации все и на 1 денежка дети занимаются своими у всех работой у всех семьи никто не будет сидеть никто не будет нянька цену понятное дело это не говорится что там если со здоровьем что такое надо какая-то чья-то помощь в обычной в каждодневном такой рутине так это постоянно так вот интернет тебе заменяет все общение потому что общаться как таково не с кем вот так вот идите работать зубы не мой три зуба мне осталось все что есть все моё меня никуда ничего не денется что не надо переживать за зубы за жопы записки за все что за все что вам не надо вы за все переживаете капец так как себя надо изводить это ужас это выпить на таблетку головы рассказала еще мне надо гордины сюда никак не поглажу все квартиру постирали подушки такие классные вот эти что мы купили замечательные мягкая же варуши перевая а вот это что мы тогда я не знаю показывала вам или нет мы покупали подушку которая так вот для головы она специально значит приобретает форму как ты ложись а вот и вытащили думаем что там чем она набита она каким-то набита таким как поролоном такими маленькими но мы в миску это все вытащили постирали эту наволочку их две наволочки чтобы было тут наволочки поснимали подушки для спины облокочены чтобы было все чисто все все чисто все а вот эти подушки чтобы купили замечательно хорошие я встала еще сегодня шести не было лариса встала попили чая лариса ушла а я гуляю надо компусты потушить вот так начинается мое утро так ладно сейчас еще чуть-чуть посмотрю еще не досмотрела урок досмотрю урок это можно капусту пошинковать лариса говорю так хочу но жарами не знаю так были по акции тут в большом магазине у нас новом креветки я так захотела креветок ну не знаю поедем мы сегодня или нет так все думайте над своим поведением и думайте вообще стоит ли вам продолжать в том же духе или может вы остепените хотя вряд ли так что не прибрехивайте то что ой а может маску не сделать положить может и правда сделать масочку есть да и посидеть с масочкой и не прибрехивайте то что вы не знаете это хорошая краска всяко-разно все шагу кому плезма надо пожалуйста туалетная бумага ну и шампунь сейчас я подниму чоку Лариса говорит не надо не надо вы видите какие серенькие получатся ручки хорошие что-то мне Лариса говорит надо этот так ой как темно стало надо говорит этот волосы покрасить а ну сейчас я не так вот Лариса говорит надо волосы покрасить а я даже не знаю честно говоря такие они стали живые такие они стали вот просто ну вот замечательные моешь их они прямо классные так бы не хотелось бы их портить то челка не нравится но у всех же разное я же не виновата что я же говорю девочки это не я как говорят не от возраста сколько вам лет 50 60 40 можно в 30 лет чувствовать себя уже очень старым знаете и вот я так предполагаю что прям действительно что некоторые девочки которые у меня на канале что действительно они знаете не понимают что красиво что некрасиво все разные мне это челка я считаю не найдет когда ее что мне дома наряжаться переряжаться зачем зачем для кого мне переряжаться я дома по-домашнему у меня такой и блок тоже домашний если я куда-то выхожу у меня всегда волосы чистые всегда волосы ухоженные никогда у меня нету такого что была я какая-то лохматая или это челка как-то у меня была некрасиво уложена у меня лицо чистое я вставала умывалась поэтому каждому свое а если вам она не нравится то это не значит что она должна не нравится мне самое главное чтобы это было мне комфортно правильно вам же вы же ее не носите эту челку не носите что вам переживать что вот выстрижет она ее по кругу скоро волос не оставится если три пера на голове то действительно такую челку никогда ты не будешь сносить в жизни никогда ты такую челку как у меня ты ее не сделаешь если у тебя три пера на башке я имею ввиду на башке волосы понимаете не ваш мозг вы все понимаете не так это не о мозге идет о волосах речь понимаете поэтому если у тебя волос нету а я не знаю какие-то редкие и тебе бог и тебе бог не дал шевелюры то понятное дело что ты никогда в жизни такую челку как у меня не сможешь ее отстыть никогда у меня волосы хорошее мне волосы густые поэтому мне на это жаловаться грех а что второй подбородок у всех людей многих и с возрастом и такая есть структура у которых людей есть люди худенькие а двойной подбородок все равно имеется это что же такое не обязательно что все были одинаковые не обязательно это никак это было бы тогда жить не интересно если все были одинаковые все же вам не буду показывать ее результат чтобы поэтому я рада что у меня такие густые хорошие красивые волосы живые не такие что чешешь когда красилась расчесываешь и тоже благодаря тому что у меня волосы густые я не осталась лысая а так и так чешешь и на расческе матерь божья клочья волос куда ж это годная что ж такого капец поэтому я такая Лариса мне говорит ну наверное надо прекратить краситься сколько же можно краситься что облусеть а они ломаются прямо тут вот как сказать здесь впереди вот так пообломанные ну я не знаю на кому это просто это же такое безобразное какое-то не поймешь что это вообще такое распущенные их не распустишь они вот так вот пакли ну некрасиво все покоцанные сейчас концы такие живые такие хорошие прям хорошие несмотря на то что здесь у меня седые волосы хорошие живые волосы вот их подкрашиваешь конечно белый цвет он больше лучше помолодит красивее смотрится ну что поделать посмотрю подумаю да я узнавала мне сказали 150 ойра чтобы значит помилировать волосы ну вот на такую длину в общем не знаю ну вот как вот мне сказали ну надо посмотреть потому что много сильно густые много уйдет краски туда-сюда ну в общем как-то так ладно будет видно поживем увидим так все пойду наверное я полежу на свою королевскую подушку дальше как я вот вот я это я это